В апреле во дворе частного дома по улице Взлетной намечались домашние посиделки с шашлуком и спиртным. Хозяин дома позвонил своему другу детства и пригласил принять участие. За столом возник спор. Предметом спора между другом хозяина дома и квартирантом была личность одного ныне отбывающего срок гражданина. Дискуссия переросла в конфликт, который грозил обернуться потасовкой. Не желая допускать подобного в своем дворе, хозяин попросил всех разойтись. Однако тот самый друг детства не захотел оставлять недосказанности. Решив, что ему потребуется поддержка, он сел на мопед и поехал к сыну женщины, с которой жил. Молодой парень, не раздумывая, согласился помочь. Изначально ему отводилась роль поддержки, но события сразу приняли иной оборот. Визитеры получили поток нецензурной брани. Реакция была моментальной – удар в лицо. Дальше последовала драка, которая быстро переросла в избиение кулаками, ногами и палкой. Через пару минут оппонент был в полубессознательном состоянии. Решив, что предмет спора исчерпан, отчим с пасынком отправились по домам спать. Хозяин дома во дворе увидел своего постояльца на земле и уже холодного. Вызвал полицию, скорую, врачи констатировали смерть. Молодой человек, подозревавшийся в совершении преступления, явился с повинной. Вину свою признал частично, утверждая, что не имел умысла на убийство. Изучив обстоятельства дела и приняв во внимание то, что на момент совершения преступления подозреваемый был еще несовершеннолетним, прокурор попросил суд назначить сравнительно мягкое наказание. Государственное обвинение просит суд признать подсудимого Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренным статьей 105-й частью 1 УК РФ, убийстве, то есть умышленном причине смерти другому человеку, и назначить ему по статье 105-й части 1 УК РФ наказание в виде 5 лет лишения свободы без ограничения свободы. Меру посещения Устину для обеспечения исполнения приговора изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Суд в целом согласился с мнением прокурора, но меру наказания все же решил выбрать более строгую. Молодой человек приговорен к 6 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.